Здравствуйте, меня зовут Сорок, мой канал Варочкащик. Сегодня я вам показываю, как покроить пальто оверсайз из своего любимого свитера по образцу этого, этой кофты, этого свитера, это кофта, это на змейке. И складываю я наполовину, отступаю от кромки 10 сантиметров на подборт, будет цельный подборт, это цельный подборт. Вот мы отступаем, вот такую длину, ширину подборта, от кромки, вместе с кромкой 11 сантиметров, в готовом виде без кромки 10 сантиметров. Я это провожу линию и прикладываю, вот таким образом, посерединке, чтобы у меня здесь цельнокроеная стойка. И до этой линии, где я наметила, я совмещаю сгиб с этой. И обвожу по плечу, по горловине, оставляю я немножко больше, здесь резинка, 6-7 сантиметров. Вот этой горловинке я оставляю 6-7 сантиметров, чтобы была такая вот модель, свобода. По плечу я тоже спускаю больше немножко, на 5 сантиметров. То есть у меня плечо здесь, я спускаю по пройме, отмечаю, где у меня пройма, вырисовываю здесь также самую ширину полочки и все, и крой готов. Отмечаю линию вход в карман от плеча, откладываю мерку длины талии переда, от точки плечевой, от основания шеи до талии через центр груди. У меня 43 сантиметра. И я откладываю 43 сантиметра, то есть вход в карман у меня будет от линии талии. Можно, но ниже я не советую, потому что низко тоже карман. Вот такой вот. Дальше, что я делаю? Я беру, чтобы цельный крой был правильный, стойка вот здесь вот я переворачиваю. Вот так легче будет видно. Переворачиваю. Где у меня здесь линию? Линию перегиба. И складываю вот таким образом. Здесь опять же не видно. Вот она, вот эта линия. Я совмещаю. Вот так, видите? То есть я делаю плавный переход под борта. Я это соединю, вот эту вот часть, где у меня идет крайборда, соединю с этим участком. И у меня будет цельный подбор, чтобы здесь я могла выкроить подкладку. И будет у меня такой подбор очень красивый, очень качественный, цельный подбор. И обработка этого пальто будет очень простая, только клеевая будет по стороне края борта. Все, только 10 сантиметров. И по этой обтачке. Больше клеевой, а еще будет по горловине нижней части воротника, по спинке еще будет клеевая. Больше нигде мы клеевой не будем применять. Полочка готова. Дальше я показываю, как спинка также аналогична. Спинку мы выкладываем. Вот у нас перегиб, сгиб. Это середина спинки, вот она. И мы аналогично до намеченной линии точно такой делаем крой по спинке. Длина у меня спинки будет... От шейного седьмого позвонка у меня будет длина 118 сантиметров. То есть талия у меня 36, от талии у меня будет 80 сантиметров. Еще с подгибом. Так что вот такая вот, как мы краем рукав. Рукав также мы краем очень быстро и легко. Это я откладываю. Беру, прикладываю к ткани этот рукав, который у меня есть, на этой кофте. Смотрю направление нити. Чтобы не направление, а направление ворса. Обязательно направление ворса. И выкладываю этот рукав по этой кофте. Вот длина рукава. То есть длина рукава у меня длинная до этой полоски. У меня идет на подгиб. Направление ворса обязательно. Я еще раз рассказываю. Я на предыдущих уроках рассказывала, что направление ворса обязательно нужно знать. Все, рукав у нас уже готов. Вы видите здесь с припусками. Вот эта часть с припусками. Внизу мы расширяем, так как это шерстяная ткань. А эта не растягивается. И мы вот таким методом делаем рукав. Здесь, где мы вырезали, это ровно вырезали. На передней части рукава мы делаем углубление на 2 сантиметра. И отмечаем, где у нас центр рукава и у нас укал готов. Дальше мы еще подрезаем листочку. Вот ткань на листочку. Тоже определяем направление ворса. Очень важно, потому что если вы не будете уделять внимание ворсу, то у вас будут оттенки очень разные. Очень важно кашемир кроить в одном направлении. Это самое важное правило для кашемира. Это мы покроили, это все мы покроили. Дальше что у нас еще идет. Пояс. Пояс я отрезала по самой ширине. Ширина пояса очень добротная. 17 сантиметров. То есть ширина пояса будет вот такая у нас в готовом виде. Очень добротный широкий пояс. То есть на ширину ткани метр пятьдесят. Мне позволяет талия. Талия у меня 72 и то есть у меня 70 сантиметров будет на завязку. Вот 30, если 35, где-то 37. Вот на пояс это прекрасно. На мой размер. Так что я вам показала, как покроить пальто оверсайз из своего любимого свитера или кофты. По образцу любимого свитера. Вы должны убедиться, что свитер на вас нормально сидит. Посадка свитера нормальная. Вы должны убедиться, что вам соответствует ваш любимый немаленький и небольшой размер этого свитера или кофты. И тогда вы можете спокойно кроить пальто оверсайз. Что еще дальше? Важные такие, перед тем, как вы будете кроить, очень важно определить и отметить направление ворса. Ворс должен смотреть вниз. То есть темная сторона должна быть. Вы должны определить, какой вы хотите, чтобы был оттенок. И мы кроим только в одну сторону. Мы не раскладываем лекала влево, вправо, вниз, вверх. Не располагаем, как мы хотим, в разные стороны. Только в одну сторону. Кашемир кроится только в одном направлении. Чтобы вы знали, это важные золотые правила закройщиков и мастеров. Это я рассказываю для начинающих, так как это очень важно, эта информация. И также вам очень-очень важно знать эти все правила. Что еще я вам хочу подсказать? Мне еще нужно выкроить, вот видите, это направление. Я отмечаю на каждом кусочке направление, чтобы не запутываться. Сейчас у меня есть кусочек для обтачки верхней. Для обтачки горловины, по спинке. Очень важно. Я также здесь, учитывая направление нити, обязательно. Конечно, у меня обтачка не будет цельнокроеная, как я хотела. Но так у меня получается со всеми кусочками. Мне нужно было выкроить все-все, спискать впритык. Здесь очень все-все распределилось. Очень экономно. Так что я вам показала. Даже здесь можно будет сделать такое тоже соединение. Но это в процессе работы можно будет сделать вот такую обтачку. Если можно будет с другой ткани, но еще нужно подумать и правильно распределить эти кусочки. Очень-очень важно. Здесь также само можно все промоделировать. Каждый кусочек, который есть, я применяю. И он будет менять модель. Это внутренняя сторона. Мы не очень-то обращаем на это внимание. Но нужно сделать красивую обработку, чтобы была красивая обработка по спинке. Все. На это я по обтачку по горловине сделала двух кусочков. Там внутренняя сторона видно не будет. И это будет как модель. Очень дизайн другой будет. Так что я не боюсь совмещать эти кусочки. Это будет смотреться неплохо. Что еще я хотела вам рассказать. Все кроится в одном направлении. И также это будет очень такой оверсайз пальто. Очень легкое в обработке. Мы будем проклеивать только подборд и воротник. И все. Больше здесь мы ничего проклеивать не будем. Я раньше проклеивала в верхней одежде полностью полочку. Но так как я хочу, чтобы это пальто было легким и таким очень подвижным, эластичным в носке, я не буду проклеивать полочку. Вообще не буду проклеивать полочку. Только подбор клеевой тканью. И может быть проклею, чтобы поставлю долевик на плече. А может и не надо будет, потому что это должен быть свободный, такой эластичный крой пальто оверсайз. Все, дорогие мои, я с вами поделилась, как я кроила из свитера по образцу. Поэтому выкладывала образец своего любимого свитера, который я носила. И покроила пальто оверсайз из кашемира. Все, мои хорошие, если вам это видео полезно, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик. Не забывайте подписываться на мой канал Лорочка.Счет. На моем канале очень много чего интересного. Я вам рассказываю и показываю швейные секреты, накопленные за многие-многие годы по верхней одежде, за 40 лет моей творческой работе. И я с вами делюсь своими знаниями, своими секретами. И если вам это видео нравится, если мои уроки вам нравятся, подписывайтесь на мой канал Лорочка.Счет. Не забывайте нажимать колокольчик. Желаю вам творческих вдохновений, хорошего настроения, мира во всем мире. И всем пока-пока. Всех благ.